Три минуты о загородной жизни Среда! Три минуты о загородной жизни. Я Сергей Богатский. Доброе утро! Сегодня мы будем говорить опять о яблонях. Что с ними делать в августе? Конечно же, стричь. Все-таки в английских садах деревья всегда красивые, потому что за ними правильно ухаживают. Стричь яблоню нет ничего проще. Если вы не хотите, чтобы ваша яблоня ушла ввысь, и потом вы с лестницами бегали и ловили свои яблоки где-нибудь там вверху, то самое главное – ее правильно сформировать. А сформировать ее нужно правильно вот таким вот образом. Вот мы смотрим побег этого года. Он достаточно длинный. Ну, полметра тут точно есть. Нам эти полметра не нужны, потому что когда эта яблоня покроется яблоками, эта ветка просто согнется к земле. Мы будем делать короткие ветки. Для чего? Для того, чтобы они становились толще и яблоки спокойно держались на эти ветки и не ломались. Сейчас оставляем 3-4 междоузлия, то есть первое, второе, третье, четвертое, и вот так вот срезаем. Можно наискосок, не вопрос. А вот теперь смотрите, что из этого получится дальше. В следующем году вот из этой почки пойдет новый побег, вот из этой крайней почки. А вот из этих, вот эти 2-3, которые мы оставили междоузлия, на них будут образованы плодовые почки, из которых потом уже будут вырастать яблоки. Поэтому яблоня будет плотно покрыта яблоками, ветки будут толстые, и мы не отпустим яблоню далеко и надолго. Сергей, так у вас вообще нет яблок на яблоню. Она в этом году отдыхает. Вот на другой яблоне очень даже неплохие яблочки, можешь посмотреть. А эту мы пока режем и сделаем задел урожая на будущее. Хорошо, а зачем вам цветы в яблоне? Ну, это не цветы, это трава, а пижма. А пижма, кстати говоря, мы же в какой-то программе показывали, для чего мы посадили в корень яблони пижму. Это же самое лучшее средство от муравьев и от мышей. Мыши терпеть не могут пижму, потому что она пахнет камфорой. Вот, муравьи ее тоже не переваривают. Посмотрите, все ветки у меня, все листья абсолютно чистенькие. Хотя уже август месяц ни одного муравья, ни одной тли здесь не сидело. И все благодаря пижме. Поэтому пижму в ноги к яблоне, и у вас будет яблоня всегда чистой. Продолжаем. А вот и яблоки, кстати говоря, а ты говорила. Ну, отдыхает, естественно, здесь нет урожая в этом году. Поэтому мы ее спокойненько подстрижем, даже не столько не жалко. Так я бы уже до ствола ее, мне кажется, до стрижет. Это просто кощунство. Это не кощунство, это забота о растениях. Они нас отблагодарят. Это были три минуты о загородной жизни. Я Сергей Багатский. Пока. Три минуты о загородной жизни.